Всем привет, ребята! С вами Вика. У нас сегодня важный и волнительный день. Мы будем отмечать день рождения Леры. И причем отмечать мы будем два дня подряд, сегодня и завтра. Сегодня мы посидим с друзьями и родственниками, а завтра Лера будет уже со своими друзьями отмечать. И кстати, мы сейчас находимся в пати-руме. Это специальное помещение для празднования вечеринок. Мы арендовали это помещение на 6 часов, чтобы все отметить, сделать фотографии. Нашли вот такую классную студию. Ну это можно сказать студия, помещение. В общем, пати-рум называется, по-другому и не скажешь. Рум-тур я вам проведу чуть позже. Нам сейчас нужно оформить фотозону, надуть шарики, все украсить и потом уже позвать Леру, ну и начать наше празднование. Время очень быстро летит, поэтому я не буду затягивать. Коля там уже приступил к оформлению, я пойду ему помогать. Прикиньте, у нас небольшая неприятность случилась. Кстати, Николай, поздоровайся. Он надувает шарики. Сейчас он надувал вот этот шарик с надписью Happy Birthday и что-то дует, дует уже сколько? Вот 10 минут сидел, уже говорит, и рот болит, голова болит. А оказывается он бракованный, там дырка. Разозлился, бросил и вот приступил теперь к этой пони. Ну а я надуваю вот эти шарики. Сейчас два надула, благо есть насос, мы с собой все взяли. И вот эти шарики, сейчас еще цифры надо надуть. Потом что еще, вот эти, наверное, все надо будет надуть. Вот эти вот. Ну что, получается? А вот это как мы будем мешать? Просто на скотч, да? На скотч можно, да? Скотч можно, да? Скотч можно. Забрала Леру и теперь идем на место. Я приглашаю тебя кое-куда. Пойдем? Пойдем. Ну что, Лерочка, ты волнуешься? Начинаем? Да я уже волнуюсь. Как это там, девочки? Че это там голос? Открывайте. Открой. Тук-тук-тук. Открываем. Открой. Та-да. Заходи, Лера. Смотрим на маму. Ну, что скажешь? Мне нравится. Есть нестабые игры. Это все твое. Да? Да. Да я побегу к единорочке. Давай, быстро иди переодевайся и будем делать фотосессию. Я думала, так люди будут. Они похожи подверг. А вот и первый гость. Аньо-сио. Лера, он купил тебе подарок, но подарок похожий, да? С вашей машины достань. А можно сюда? Да, можно. Только надо, подожди, волосы. Что? Сейчас электризоваться будет. Кровати. Наряды. А где пока сессия? Что скажешь, Лера? Ты не ожидала? Ты не знала? Ты рада? Да, я очень рада. Страшно. Тебе страшно? За чем папа кольцевую лампу взял? А вот для чего. Кольцевая лампа это обязательно реквизит каждого блогера, да. Но не только блогера. Попозже? Да, да, да. Зарядка есть у тебя же? Павлопанк есть. Давай. А то этому воську надо. А теперь начинается самое интересное. Это Лерин образ. Я ей только что сделала прическу. Вообще я ей утром сделала, но у нее уже она упала за это время. Поэтому я обновила. И она оделась полностью. Так что пойдемте смотреть. Та-да-да-да. Лерочка, покажись во всей своей красе. Вот она такая красавица. Специальный образ на день рождения. Вот такой. Вообще она хотела красный костюм, но его не было в наличии. Только такой серебристый. Даже Досоль сейчас заметил, говорит, Лера похожа на знаменитость. На звезду. На Ариану Гранде. Покажу вам еще детали образа. То есть это жилетка с объемными рукавами. И шортики. Также есть юбка. Такой красивый образ. Реально как у Айдола, да? А это мои колготки в сетку. Уже ей как раз. Ну и дополнение к образу. Это вот такие ботинки Лерина. Мне кажется, они сюда прям идеально вписались. Вообще шикарный образ получился у Леры. Мне очень нравится. Давай быстрее фоткаться теперь на этой чудесной фотозоне, которую мы с Колей соорудили буквально за час. Ух ты! Как тебе идут эти очки к этому образу, да? А я бы так на плаву. Хоть здесь и везут. Гости все пришли. Мы теперь ждем, когда нам привезут еду. И пока у меня есть немного времени, давайте я вам проведу небольшой рум-тур. Обзор нашего пати-рума. Вот это у нас кухня. То есть здесь можно мыть посуду. Что мы и будем делать, если у нас будет. Ну, в основном мы взяли одноразовую. Так что, кстати, я думаю, проблем не будет. Это кулер. Есть горячая вода, холодная вода. Посуда также есть, всякие бокалы, стаканы. Мама слишком плохо прячется в подарки. Здравствуйте. Как ты это... Где ты увидела? Слишком плохо прячем. Слишком плохо прячем? Это кто-то просто везде где-то ходит, где не надо. Продолжаем обзор. Вот есть холодильник. Только мне бьется. Моразильник есть. Можно свои продукты принести и здесь разместить. Вот еще посуда. Рюмочки, коллинсы, стаканчики, пивные кружки даже есть. Тут небольшой декор. Гардеробная вешалка, тоже декор. А вот еще можно сделать как фотозону, но мы решили, что здесь не получится. Не будем делать, потому что мало места для фотографий. Вот здесь сразу начинается обеденный стол. Вот, кстати, какой он. И мне очень нравится вот такое покрытие. Идем. Мраморное. Я уже об этом как-то говорила. И тут у нас свечи. Правда, они электронные. Я еще хотела с собой привезти, хорошо не взяла. Потому что тут электронные. Ну, они выглядят как настоящие, особенно издалека. Это вот наша посуда одноразовая. Взяли тематическую с днем рождения. Тут напитки. Соки, кола, фанта. Вот здесь есть камин. Но он, по-моему, не работает. Вот такой декоративный каминчик. А вот здесь, по-моему, это... Как называется это? Автоматы? Игровые, да? Не знаю, он работает или нет. По-моему, нет. Возьмите шарик. Тут у нас большой диван. Вот наша фотозона. Там караоке. Проектор вот здесь наверху есть. Можно смотреть фильмы. Караоке петь. Уже немного попили мы. А теперь обнимайтесь. Где обеденный стол. Также есть небольшая тоже фотозона. Это не наша. Это здесь было. Тоже можно что-то разместить. Из кухни и столовой. Вот здесь игровая зона. Это бассейн с шариками. Тоже все украшено. Это все было. Это не наше. А вот это наш единорожик. Вот здесь вход. Здесь я не знаю, что. Там закрыто. Вот здесь комната. Блин, что там такая? Вот здесь небольшая комната. Ну, то есть здесь спальное место. Также есть закатная лампа. Я не знаю, почему здесь синевой отдает. Как бы старалась, не получается. Может, из-за того, что много белого. Ну, а здесь стол для игры в покер. А вот здесь уже настольные игры. Разные. У нас вот такая была. И, по-моему, до сих пор есть. Лера иногда играет в нее. Тут растение такое большое. Но оно декоративное. Не настоящее. Хотя выглядит как настоящее. И много разных подсветок тоже. Закатных ламп. Я даже не знала, что такие бывают еще лампочки. А вот и подарочек. Вот в такой огромной коробке. Интересно, что же это может быть? Есть догадки, Лер? Не знаю. Не знаешь? Хочется уже открыть, да? Да. Ты думаешь, что там елка? Не знаю. Похожа же на елку. Воскресенье. День рождения. День рождения. Вот как раз походит. Открывать? Открывай. Что такое? Это скейт. Это скейт, да. Какой тяжелый. А я... Я живу пока, но не могу, чтобы почистить. А где нужно? Привезли нам еду. Давайте посмотрим, что есть. Вот такая пицца, похожая на пирог, интересной формы. Это рис. Это уже к тюкпале. Так, дальше. Чикен. С косточками. Я такую люблю погрызть. Вот там мясо. Еще одна пицца. Ну и вот такая у нас поляна. Приятного всем аппетита. А Лера будет сидеть здесь. Ну а теперь настало время подарков. Лера уже не может терпеть. Поэтому приступаем к распаковке. Можно? Да, все. Можно. Открывай, Лерочка. Что же там в первой коробочке? Киндер? Еще тут есть. Это поппин кукин. Я люблю поппин кукин. Это же тот шар, который я хотела. Это же та самая, о которой я хотела. А как успели купить? Куда выходили, что успели купить? Так, приступим дальше. Показывайте, да. Это вот это. Это куклорол. Да, спасибо. О, вот и шокодатки. Очень спасибо вам родители. Да? Хорошо. Когда выключишь свет, в этой комнате не рябит, не мерцает ничего. Темных пятен нет, поэтому могу показать, как смотрится атмосферно. Лера прям идеально здесь подходит, вписывается. Все тебе идет. Очень красивое. А, мы же еще не показали. Один из подарков, это вот этот шарик, похож на куклу Лол, но это не Лол, а сумочка, да? Или какие-то аксессуары для куклы Лол, что ли? Вот я точно не знаю, но Лера хотела вот этот шарик. И при чем ты не знаешь, что там попадется? Там рандомно, да, попадается? Ага. А почему ты хотела? Ну, я видела СМР, типа, как открывают. И там попытались много разного, я захотела тоже. Вот какая сумочка Лере попалась, леопардовая. Мини сумочка. Вот эти штучки, они всегда в сумку. Монику. Что там, нашла? Настало время зажигать свечи, загадывать желание и есть тортик. Сейчас поставим песенку. Как тебе тортик? Ну, ладно. Ну, клубника норма, я не знаю, как тортик. Ну так, кто это тут? Что за динозаврик такой? Зеленый. Зеленый. Собирай. Я забыла показать, что здесь еще есть платье. Ну, конечно, это на любителя вкус. Да, стиль такой странный некоторый. Да, даже Гарри Поттер есть. Шарф от Гарри Поттера. И вот Лера примерила платье. Оно ей вроде как раз, но спереди немножко большое. Белоснежка тебе тоже будет большая. Это больше на взрослых. Размер большой. Снимать не примеришь? Нет, я не хочу. А мне больше всего нравится вот это зеркало. Я бы домой себе хотела. Очень атмосферное. И фотки делать. И вот так вот сниматься. И любоваться. Вверхтеться. Костюм динозавра есть. Да, Лера уже его примеряла. Потом не могла найти. Да, куда идешь? Ничего не видела. А так классное место. Какой угол не встань, везде красиво. Везде атмосферно. Согласитесь? Какой песен? Какой песен? Ты что делаешь? Давай станцую. У нас осталось уже немного времени, где-то минут сорок. И уже нужно будет покидать, заканчивать и срок аренды. Костюм динозавра тебе понравился сегодняшний день. Мне нравится вот эта рыба. У кого пока она? В этой рыбке. Э, в этой шапке. Бунопан. Бунопан, да? А еще тут есть крабик. Мне очень нравится крабик. Ну-ка. А где руки-то берем с собой? Какие? А, подарки заберем с собой? Нет, оставьтесь здесь. Мне сегодняшний день тоже очень понравился. Очень было весело, интересно. И гостям, и нам. Время вообще быстро пролетело. Я еще думала, 6 часов. Блин, так много. Что мы будем делать? А оказывается, время очень быстро летит. Можно было бы еще остаться. Но надо уходить, когда... Нет, все равно, знаешь, здесь я чувствую, как в гостях. Здесь? После хорошего отдыха хочется вернуться домой. Хочется домой, да. Ну и поэтому мы решили, что лучше отметить день рождения вот так вот, чем дома. Мы еще завтра будем отмечать, конечно. С подругами. Да, с Леринами, с подругами. Но только без оформления уже. Поэтому решили, что лучше вот так вот сделать. И мне так понравилось. Что-то новое всегда интересно, всегда круто. Что-то новое экспериментировать, пробовать. Просто дома это всегда можно сделать. Скучновато, да? Сумочка, кстати, очень классно смотрится. С моим сегодняшним образом. Повседневку. Когда все подходит. Ничего лишнего. Мне теперь нравится такой стиль, где нет ничего лишнего. Никаких принтов. Все такое строгое, простое. Но при этом смотрится дорого-богато. А тебе, Николай, понравился сегодняшний день? Да, понравился. Весело, да, по-моему, Северно? Да, весело. Мы хорошо... Хорошо попели в караоке. Хорошо покушали. Что еще тут надо? Детки здесь повеселились. Повеселились. Повеселились в бассейне. Шары по всему дому здесь покидали. Прикольно. Потерпом. И знаешь, и такое место все-таки лучше для таких мероприятий, чем домой заваливаться. Ну, конечно, здесь можно и поорать, и побегать, повеситься. Дома нет караоке. Музыку на всю громкость. В караоке. В домашних кинотеатрах. Да у нас такого огромного дивана нет. Пока. Пока. Среди ваших контактов нет никого по имени Катю. Дура, что ли? В чем контактная информация вам нужна? Я вообще тебя не спрашивала, что она включилась? Не знаю. О разных вещах. О смысле жизни, любви, бронирование, столь. Как ее выключить? Сейчас болтнет что-нибудь лишнее. В общем, я что хотела сказать. Мы сегодня все обо всем вам рассказываем, показываем. И я совсем забыла рассказать. Ну, вы по названию тоже поймете, что сегодня Лерочке исполнилось 10 лет. Ровно 10 лет назад Лерочка родилась. И это ее первый такой серьезный юбилей. Да? Что ты можешь сказать? Что ты чувствуешь? Ты чувствуешь, что уже стала такой большой, взрослой? Нет. Я чувствую свой год. Мы уже приехали домой, взяли некоторые шарики с собой, потому что Лере понравились. Она не хотела их там оставлять. И теперь она спокойно хочет посмотреть, что же там за подарочки. И покажете. Что там, Лер? Рассказывай. Сейчас я... Что такое? Я сама не знаю. Это, в общем, туда вот так вот. Вот в эти штуки заливаешь водичку. И это типа вот такая вот. В мякоть, что ли? Да. И что еще? Ну, тут добавляешь еще блесточки такие. А, это DIY, да? Самим такие жилейки делать? Что-то типа слайма, да? Ну, вот это слайм вот такой штучки. А, слайм просто в такой... Вот эта штука, которая нужна, чтобы воду там не мешать, вот так все накладешь вот эту штуку. Она наполняет воду. И ты такой хотела, да? Да. Где ты это увидела? В ТикТоке? Это, видимо, новинка. Каждый раз тут новая штука. Я видела что-то. Пусть я уже не попадаю туда, что эта штучка. И реклама в каждый раз вот эта попадала. Ну, да. Много всего у нас тут. Ну, еще роботки-рисуси запустили в клубу. Так, царики. Сегодня был отличный день. И это, наверное, был самый лучший день рождения, который был у Леры, да, Лер? Как ты думаешь? Да, она просто устала. Уже спать хочет, но не хочет идти ложиться спать. Потому что не хочет, чтобы день заканчивался. Да? Глазки трет, сидит. Ну, праздник реально удался. Я очень довольна, очень рада. И прям получила огромное удовольствие. И гостям понравилось, и Лере самое главное тоже понравилось. Так что все довольны, все счастливы. А сейчас мы идем отдыхать. Завтра нам рано вставать и снова поедем отмечать. Я опять говорю стихами. Так как завтра будет больше детей, поэтому я не знаю, буду ли снимать или нет. Но, во всяком случае, сторисы будут. Так что подписывайтесь на инст. Сучка в описании. Ну, а мне сейчас нужно идти и смывать всю эту красоту, которую я сегодня утром сотворила, и ложиться спать. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на мой канал, на канал Коля. Следите за нами в сторис, в телеграме, везде. Ссылочки в описании. Сразу хочу сказать спасибо за поздравления. Я знаю, что очень многие будут поздравлять Леру. И увидимся с вами уже в следующем видео. Всем удачи и всем пока-пока.